Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень важная тема, я о ней много пишу, на Варламов.ру, кто читает. Кстати, кто не читает, не забывайте заходить, это основной сайт, где я каждый день публикую посты. Так вот, сегодня поговорим о том, что телевизор, телевидение хочет вашей смерти. Здесь вы так скептически сейчас покачиваете головой, ну да, конечно, мы все понимаем, ты об этом много писал. Да, сегодня нет иллюзий относительно качества контента, который скармливают нам в эфирах федеральных каналов. Ну, после просмотра новостей люди в прямом смысле сходят с ума. Ну, а как еще объяснить душевные расстройства человека, который бросает после просмотра выпуска новостей свою семью где-нибудь в Сибири и уезжает убивать людей в Донбасс? Что это, если не сумасшествие? Но телевизор может подорвать не только ваше душевное здоровье. Недавно канал Россия-1 рассказал стране, что лечение сахарными шариками очень эффективно. Да, я сейчас говорю про гомеопатию. Ну, для начала я хотел бы напомнить вам несколько историй. В начале прошлого года была история, что 34-летняя жительница Тюмени ВИЧ-диссидентка, это есть такая отдельная порода больных на голову людей, которые отрицают существование ВИЧ. Она убила свою трехлетнюю дочь. Ну, как убила? Сама она болела давно, у нее была ВИЧ-инфекция. И после рождения дочери женщина отказалась от лечения, также не захотела никак обследовать ребенка. Вопреки рекомендации местных врачей, она кормила ребенку грудью, что увеличивало риск заражения ребенка вирусом ВИЧ. В марте 2017 года женщина сама сообщила о том, что у ее дочери обнаружили ВИЧ-инфекцию. Об этом она написала, она конечно не врачам сообщила, она написала в одной из групп, где тусуются вот эти вот больные люди, ВИЧ-диссиденты. Группа называется «Движение против аферы ВИЧ-спид». И в своем посте женщина попросила помощи у других диссидентов, отметив, что ее дочь находится в крайне тяжелом состоянии. Трехлетняя девочка не сидит и не ходит. У нее обнаружены многие другие заболевания. Мать же полагала, что это связано с вакцинацией от гепатита. Ну, конечно, это с прививками связано с вакцинацией от гепатита, хотя симптомы свидетельствовали о прогрессирующей ВИЧ-инфекции. В феврале 2017 года девочки поставили диагноз ВИЧ-инфекция, 4-й B-стадии. Это предтерминальный этап болезни. Но даже после постановки диагноза мать все равно отказывалась ее лечить. Вместо этого она повела ребенка гомеопатом. И в апреле 2017 года девочка умерла. Здесь нужно отметить, что уже перед самой смертью девочки к матери вернулся разум, но спасти ребенка уже было нельзя. Это далеко не уникальный случай. На различных форумах можно найти много историй людей, которые пытаются лечить гомеопатией смертельные заболевания. Ольга Пересторонина в одной из групп в Facebook, которая гомеопатии прививки пишет. Подскажите, может ли помочь гомеопатия при раковой опухоли? Молочной железы. Ну никак не хочется удалять грудь, как рекомендуют мамологи-онкологи. Ну онкологи же, они же дурные. Это же колдуны, колдуны. Поэтому она спрашивает на полном серьезе. И там ей отвечают, да что вполне. Особенно если бозлезнь еще не запущена. В этой книге много примеров успешного лечения. Главная проблема грамотно найти гомеопата. Еще помогает голодание. Хорошо, что не дошло дело, а еще многим молитва помогает. Вообще рак лечится молитвой, шаманами, гомеопатией и голоданием. Как это можно вообще? Я не понимаю. Как к этому можно серьезно относиться? Есть замечательный эндокринолог Ольга Демичева. Недавно она написала у себя в Facebook, тоже написала пост про то, как к ней обратилась пациентка. 60 лет. Дочь привезла ее на такси, поскольку ходить самостоятельно больная практически не могла. Из-за выраженной отдышки и резкой слабости. Месяц назад эта женщина по совету гомеопата по поводу боли в коленных суставах. То есть у женщины были боли в коленях. И она по совету гомеопата перестала принимать лекарства. То есть до визита к гомеопату она чувствовала себя хорошо, работала, вела активный образ жизни. В общем, через две недели после того, как она отменила все лекарства, пациентке стало плохо себя чувствовать. Отдышка, отеки, слабость. Ее удалось спасти, там взяли все анализы и буквально чуть ли не из лап смерти ее вытащили. Вытащили женщину. Потому что шарики не помогли. Но мы давайте, ребята, вернемся с вами к нашим замечательным гомеопатам. И вот в эфире федерального канала народу рассказывают поразительную вещь. Оказывается, мы с вами заблуждаемся. Врачи заблуждаются, все заблуждаются. Мы столько лет обманывали себя, верили ученым, профессорам, академикам. Все не так, все не так, друзья, все не так. Пора признать свою ошибку, посыпать голову пеплом, покаяться перед невинно осужденными, знающими людьми. В общем, выяснилось, что гомеопатия оказывается лечит. А мы думаем, откуда берутся вот эти вот люди, которые на форумах пытаются рак лечить сахарными шариками. А вот откуда, вот откуда. Потому что журналисты недалекие занимаются такими провокациями. Приглашают хрен-паймяков, всякий сброд этих шарлатанов к себе в эфиры. И рассказывают, а давайте мы шариками будем рак лечить или СПИД лечить. А люди потом умирают. Ну давайте мы с вами посмотрим теперь, что нам говорит канал Россия 1. Долго и счастливо в болезни и здоровье. Здоровье свое, кстати, селебрити все чаще доверяют гомеопатам. Замечательно начинается передача, а здоровье селебрити все чаще доверяют гомеопатам. Ну богатые и успешные люди, они же не дураки, у них же есть возможности. Они же точно знают, как лечиться. С сахарными шариками Шер лечит вирусные инфекции. Синди Кроуфорд хранит их в аптечке на случай укусов пчел и комаров. А Кэтрин Зетта Джонс их помощью избавляется от синяков и ушибов. Позитивно к лечению гомеопатии относятся и россияне. Соцопрос показал, более половины жителей нашей страны, которые лично применяют гомеопатические средства, считают их эффективными. Более половины жителей, кто принимает, не всех жителей, они считают их эффективными. Гомеопатию поддерживают и некоторые врачи, в большинстве своем терапевты и педиатры. Правда, другая часть медицинского сообщества считает такие препараты неэффективными. Некоторые врачи поддерживают, как они говорят осторожно, некоторые врачи поддерживают, А другая часть считает их неэффективными, вроде 50 на 50. Доверяем, но проверяем. В свойствах гомеопатии разбираемся вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры интегративной медицины 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Инессой Миненко. Инесса Анатольевна, здравствуйте. Да, и госпожу Миненко они приглашают. И опять же, в свойствах гомеопатии мы сейчас разберемся с профессором из известного института. То есть они не хотят разобраться, то есть они не выслушали разные точки зрения, они не посмотрели, что говорит Всемирная организация здравоохранения, что говорит Российская академия наук, это мы дальше посмотрим за них, за этих дебилов с канала Россия 1. Они решили разобраться и пригласили человека, кто продает эту гомеопатию, кто ей занимается и кто ей лечит. Ну, замечательно, да, это все равно, что сказать, давайте разберемся, есть ли Бог или нет. Для этого мы пригласили священника и спросим, батюшка, Бог есть? Есть. Ну, вы видите, наши эксперты говорят, что есть. Добрый день. Здравствуйте. Ну, как-то люди изменили свое отношение к гомеопатии все больше и больше отдают ей предпочтение. Почему? С чем связано? На самом деле интерес к гомеопатии был у наших пациентов всегда. Да. И даже зачастую пациента гомеопатии знал больше, чем классический врач, несмотря на то, что врачи, конечно же, должны знать об этом больше. Но гомеопатии не лечат, не учат в институте и поэтому... Хорошая оговорочка, Миненко, да? Гомеопатия не лечит, ой, то есть не учат в институте. Не учат, да. Ну, мы понимаем. Врач получает эти знания только спустя какое-то время, попадая на курсы усовершенствования квалификации, когда он уже является клиническим врачом. Хотелось бы тогда понять, а действует гомеопатия на многих людей, на кого-то не действует вообще? То есть человек должен быть каким-то чувствительным или у него должна быть еще какая-то определенная вера, да, такой эффект плацебо должен срабатывать? У ведущей, да, все-таки закрадываются сомнения, что, может быть, все-таки это какая-то хрень, да, эти ваши сахарные шарики и капельки, может быть, это просто бред, да? Не важно, чтобы человек верил в гомеопатию. Почему? Потому что гомеопатия очень хорошо влияет на животных. Верят ли они в гомеопатию? Большой вопрос. На младенцев. А че пи***ть? Она на всю страну, на всю страну она говорит, на младенцев. Хорошо влияет гомеопатия. И сейчас куча еб***тых мамочек, вот эти вот там, мы не делаем прививки, мы против прививок, мы ничего не существует, это все заговор фармацевтических компаний, которые хотят нас убить, мы будем лечиться молитвой, травками, святым духом и сахарными шариками. Какой хрень? Она говорит, да, на младенцев, очень хорошо действует на младенцев. Но клинические испытания проводились и в ветеринарии гомеопатической, именно на младенцах, которые были недоношенными и содержались в роддомах. На младенцах проводились клинические испытания. Что ты несешь? Что ты несешь? Ребята, запомните, нет никаких клинических испытаний, нет никаких исследований, которые бы говорили об эффективности гомеопатии. Запомните, в медицине есть такая презумпция в виновности. То есть пока не доказано, что средство оказывает какой-то положительный эффект, нельзя считать эффективным. Нету никаких клинических исследований, которые показывали бы эффективность гомеопатии. На каких младенцах она проводила? Где эти исследования? Человек должен быть особенным в каком плане? Здесь зависит от препарата. В гомеопатии существует огромное количество препаратов. И только один препарат в данный момент времени подобен человеку. Нужно найти подобный сахарок, который будет тебе подходить. Человек особенный. Нужно найти к нему путь. Препарат должен быть настолько подобен человеку, чтобы подходить ему хотя бы на 75-80%. Что это значит? В каждом препарате описаны так называемые в реперториумах самые интересные и необычные особенности. У нас в каждом препарате, в каждом шарике, в каждой колбочке у нас что-то там. Там лягушачья лапка, тут пыль из ноздри носорога, тут еще что-то. И все у нас так весело, так здорово, что только каждому человеку нужно уникальное зелье подобрать. Поэтому ходите, люди, к колбунам. Это поза пациента во сне. Цвет глаз, цвет волос. Что ему снится? Какие у него бывают дилюзии? С какой ноги встает с кровати? Приблизительно так. К сожалению, это самая большая проблема, с которой сталкиваются наши пациенты. Они приходят в аптеку, подходят к аптекарю и спрашивают, скажите, пожалуйста, а что от насморка? Я могу купить. И аптекарь хочет помочь человеку, как любой фармацевт. Он дает какой-нибудь препарат. Купи веревку и мыло, если ты дебил собрался лечиться гомеопатией. Все, не мучайся. Вот тебе лучшая гомеопатия будет. Что еще купить можно? Мы всегда обучались, что это такой накопительный эффект. Ее нужно долго принимать. И потом, спустя много-много лет, что-то у вас проявится. Нет. Гомеопатия может быть и скоропомощной. И даже существуют учебники по гомеопатии в скорой помощи. Я даже в книжный пошел, хотел купить себе учебник «Гомеопатия скорой помощи». Мне кажется, она стебется. Мне кажется, она стебется. Гомеопатия скорой помощи, это когда ты живешь в России, где-нибудь в регионе, в провинции, в каком-нибудь селе, куда дороги нет. У нас же самая большая и самая богатая в мире страна. И у нас все деньги уходят на олимпиады, чемпионаты. А во многие населенные пункты скорая приехать не может. Это называется гомеопатия скорой помощи. Когда у тебя что-то случается, а лечиться можно только травкой и святым духом. Алло, гомеопатическая скорая помощь. У нас человек умирает. Сейчас все будет. И приезжает доктор, шарик сюда, шарик сюда и все будет хорошо. Если это хроническая патология, излечение происходит от заболеваний, которые были недавно. Например, у вас недавно были сопли и вам их начали лечить. Но потом начинают излечиваться те заболевания, которые были до этого. Например, у вас болело ухо. И начинается, вы чувствуете, что прошло и то, что болело когда-то. Потом у вас может быть... Геморрой прошел. Хромота прошла. Глухота. Слепота. Причем, простите, поможет оно в результате того, что мы изначально от сопель принимали? Да. Ага, то есть такое общее оздоравливающее. Препарату неважно, от чего вы принимаете. Препарату неважно, от чего вы принимаете. Поможет, друзья, от всего. Вы, главное, бабло несите, бабло. А там все поможет. А чем больше бабла вы несете, тем эффективнее будет препарат. Как у цыган, да? Ну что, за 100 рублей я тебе что нагадаю, а вот за 1000 уже любовь тебе найду. А за 10000 еще подскажу, куда звонить. Эта медицина персипативная. Что это значит? Это значит то, что врач и пациент находятся в консенсусе. Они находятся на одной стороне при лечении того или иного заболевания. То есть они работают творчески и вместе, как в команде. Остается только пожелать найти правильного врача, с которым сможешь синхронизироваться. Да, это самая большая победа будет у вас в вашей жизни, если вам удастся найти такого врача. Спасибо большое. Что это было?! Какой ***, ребята! Какой ***! Медицинские исследования на младенцах, гомеопатия скорой помощи, помогает в момент. Учебник нашел, но я нашел сайт, где рассказывается, значит, о чудесах гомеопатии. Только рецепта там нет, нужно денег заплатить, нужно заплатить денег и тебе дадут рецепт. Я не жадный, ребята, я не жадный, я вам сейчас дам. Значит, что нам пишут? Ангина исцеляется при помощи гомеопатии за 12 часов. 12 часов ангина, без осложнений и антибиотиков, значит, простуда, грипп, ОРЗ в течение первых 6-12 часов. Значит, вывих, растяжение за сутки можно вылечить, депрессию за один прием, хронический один за один прием. А дальше нужно заплатить денег было за рецепт, я честно, простите, я не стал этим *** давать деньги, поэтому простите, простите. Значит, то есть в то время, как лучшие ученые пытаются бороться с болезнями, оказывается, все давно придумано, придумано сахарный шарик и все прошло. С одной стороны, это очень смешно, но с другой стороны, я понимаю, какое количество людей, они же смотрят телевизор, да, они же читают этот *** и им кажется, что это действительно нормально. Так, друзья, давайте разберемся, что такое гомеопатия, это метод лечения, который придумал давным-давно разочаровавшийся в медицине немецкий врач Самуэль Ганеман. Было это в конце 18 века. В общем, скепсис Ганемана по отношению к медицине понятен, врачи в то время, еще раз, речь идет про 18 век, использовали совершенно ненаучные, довольно опасные методы лечения, вроде кровопускания. На этом фоне Ганеман заметил, что хинин, которым тогда, да и сейчас лечат малярию, вызывает, сам по себе вызывает жар. А поскольку основной симптом малярии это высокая температура, он решил, что любую болезнь можно лечить тем средством, которое вызывает ее симптомы. Это и есть принцип подобия лежащей, который лежит в основе гомеопатии. В дальнейшем этот принцип уже трансформировался в вакцину и все остальное, а в гомеопатии используют препараты в очень малых дозах, в очень-очень-очень-очень-очень малых дозах, или разведения. Что такое разведение? Ну, скажем, для получения средства в разведении 30С, то есть 30 раз разводят 100-кратно. Вы берете один объем вещества, и к нему 99 объемов воды, и это все перемешиваете, встряхиваете. Опять оттуда берете один объем вещества, опять 99 объемов воды, и так 30 раз. В общем, гомеопаты считают, что при каждом разведении сила препарата возрастает. В эпоху Ганемана атомная теория вещества еще не была вообще принята, и поэтому казалось, что вполне естественно, что вещество можно разбавлять сколь угодно сильно. Ну, какая разница, да? Все равно какое-то чуть-чуть вещества будет, как это память воды, вода все помнит. Сейчас же ясно, что при разведении 30С, то есть 10 в 60 степени, в пробирке не останется ни одной молекулы исходного вещества. Какое бы ни было вещество, вы можете крысиный яд там растворять. После вот этого 30 разового сотенного разведения не останется ни одной молекулы, это будет просто вода. Гомеопатия – это лженаука. Вот что об этом пишут в Российской академии наук. Многочисленные клинические испытания, проведенные в разных странах в разное время, не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения. Гомеопатия не является безвредной. Больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов. В этом же документе РАН рекомендует. Значит, Министерству здравоохранения Российской Федерации пересмотреть в свете актуальных научных данных, принятых более 20 лет назад, без достаточных оснований решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации. Значит, фармацевтам и провизорам не рекомендовать пациентам гомеопатические препараты. Информировать пациентов, приобретающих гомеопатические препараты, о том, что гомеопатия не имеет показаний научных подтверждений клинической эффективности. Врачам. Информировать пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии, избегать сотрудничества с организациями, пропагандирующими и распространяющими гомеопатию. Гомеопатам. Не использовать гомеопатические препараты в качестве единственной терапии больных, нуждающихся в медицинской помощи. Ну и рекомендация представителям СМИ, а точнее вот таким журналистам, какие работают на канале Россия 1. Не преподносить гомеопатию в качестве действительной или предположительно полезной медицинской практики. Позиционировать гомеопатию как лженауку в области медицины в одном ряду с магией, целительством и экстрасенсорикой. Препятствовать пропаганде и рекламе гомеопатии. Еще в 2009 году руководители профильных департаментов Всемирной организации здравоохранения впервые четко обозначили свою позицию по гомеопатии. На запрос представителей международной организации молодых врачей и исследователей о применении гомеопатических средств для лечения ВИЧ, гриппа, малярии, туберкулеза, диареи, был дан однозначный ответ от ВОЗ, что не рекомендуется гомеопатия как средство лечения от этих болезней. Профессор Сеченского института Миненко открыто пропагандирует гомеопатию в СМИ. Представители СМИ не только допускают ее в эфир, но и поддерживают ее лженаучную позицию. Сам Сеченский институт продолжает обучать гомеопатии. Они открыли курсы гомеопатии, где учат любых всех желающих. Всех желающих врачей не учат гомеопатии. Сколько людей еще должно пострадать от гомеопатов, чтобы что-то изменилось? Гомеопатия это просто сахарный шарик, это пустышки. Различные шарлатаны дурят малограмотных людей, вытягивая из них деньги. И это не самое страшное, потому что в конце концов дурак и деньги должны расстаться. Но вера в гомеопатию может стоить вам или вашим близким жизни. Будьте здоровы, избегайте гомеопатов. Обязательно расскажите об этой угрозе своим близким, если еще не сделали это. Продолжение следует...